Друзья, всем привет! В данный момент я стою на крыше производственного бытового здания, в котором будут располагаться сотрудники производственных подразделений аэропорта. Буквально в мае, когда я снимал прошлое видео, большой обзор строительства аэропорта, это здание было на уровне фундамента. А сейчас, посмотрите, мы стоим уже на крыше. Здесь уже почти готово здание склада и ремонта техники, в котором будет храниться и обслуживаться вся аэродромная техника. Также вы можете посмотреть, что уже полным ходом идут работы, благоустройство территории в том месте, где будет огромная парковка. А вот здесь, сразу за зданием склада и ремонта техники, непосредственно вблизи от взлета-посадочной полосы, происходит обустройство парковки для служебного транспорта аэропорта. Вот видите, где уже заасфальтированные участки, как раз в этом месте будут стоять вот эти маленькие машинки с мигалками, которые сопровождают воздушные суда при рулежке. Здесь вы можете увидеть западный торец терминала. В данный момент работы по монтажу плоского фасада выполнены на 35%. Вы можете наблюдать, как монтируются плоские элементы стеклянного фасада, а также сэндвич-панели. Вы помните, что концепция аэропорта – это Крымская волна? И вот, находясь сбоку, с торца аэропорта, можно почувствовать себя буквально внутри этой волны и ощутить всю силу и энергетику этого красивого строения. Друзья, внутри аэропорта стоят вот такие огромные леса, и уже происходит прокладка под потолочных инженерных систем и коммуникаций. А помните вот этот фонарь? Потолочный большой зенитный фонарь? Когда мы с вами были здесь в прошлый раз, его только начинали делать. А сейчас этот зенитный фонарь с площадью поверхности более 2000 квадратных метров уже полностью готов. Друзья, посмотрите, уже смонтированы эскалаторы. В аэропорту их будет 16 штук. Я предлагаю вам сейчас пройтись вместе со мной по этим эскалаторам, пока они находятся в стадии тестирования и остановлены. Но у нас есть такая возможность пройтись пешком наверх, и уже сверху мы посмотрим с вами, что происходит в зале регистрации пассажиров. Пойдемте. Субтитры сделал DimaTorzok Посмотрите, сейчас с третьего этажа вы можете наблюдать зал регистрации пассажиров. Уже на 60% выполнены все бетонные работы по силовой плите. А также вот эти вот желоба, идущие, это прокладываются коммуникацией к торговым точкам, которые будут расположены вдоль фасада на первом этаже. Помните, в прошлый раз мы были в восточной части аэропорта, и еще шел монтаж металлоконструкции, колонн. А сегодня кровля готова на 85% и полностью завершен монтаж всех металлоконструкций в восточной части терминала. А здесь, на третьем этаже, в зоне предполетного досмотра, уже полным ходом идет монтаж системы вентиляции. В прошлый раз, в мае, когда мы с вами были в аэропорту, систему вентиляции только начинали монтировать на первом этаже в зоне обработки багажа. Также на третьем этаже параллельно идет укладка плитки. Когда плитка уже будет уложена до полного окончания всех отделочных работ, она будет накрыта фанерой для того, чтобы обеспечить ее сохранность. А вот посмотрите, это как раз те 15% кровли, оставшиеся, которые еще предстоит доделать. Здесь тоже есть такой огромный зенитный фонарь, а непосредственно под этим зенитным фонарем находится зал вылита внутренних рейсов. И буквально через пару месяцев сюда уже начнут заходить первые арендаторы и начинать обустраивать свои торговые точки. И после того, как эта часть кровли будет завершена, можно будет сказать, что все 100% кровли готовы. И говоря обычным бытовым языком, аэропорт будет полностью под крышей. А сейчас мы с вами идем по одной из ротонд. Всего ротонд 4. Каждая из ротонд будет присоединяться в 20 литра. Ротонды нужны для того, чтобы была возможность перераспределить пассажиропоток. В прошлый раз, когда мы здесь с вами были, ротонды были возведены буквально на уровне фундаментов. А сегодня уже полностью конструкция всех четырех ротонд готова. И в ближайшем будущем уже будут начаты отделочные работы. Друзья, а сейчас мы с вами находимся непосредственно на самой крыше аэропорта. Ну, правильнее будет сказать на кровли. Вот сзади меня садится борт. А вы можете посмотреть, как выглядит кровля аэропорта непосредственно в близости. Видите, многослойный утеплитель, каркас. Вот здесь вот мы можем с вами увидеть зенитный фонарь, который буквально несколько минут назад смотрели изнутри. И непосредственно с этой точки открывается замечательная перспектива, замечательный вид всех криволинейных плоскостей кровли. Еще хотелось бы отметить, что кровля по своей площади порядка 30 тысяч квадратных метров. И как я уже говорил, конструкция кровли полностью учитывает все климатические факторы данного региона, а именно республики Крым. Если вы еще не подписаны на канал Капитан Крым, обязательно подпишитесь, потому что где еще вы сможете вот так просто прогуляться по кровле строящегося аэропорта? Капитан Крым. Капитан Крым. Субтитры подогнал «Симон» А вот здесь будет бизнес-зал Как вы видите, уже идет монтаж стеновых перегородок И совсем скоро начнется первый этап отделочных работ Друзья, вот мы с вами находимся в зоне вылета внутренних рейсов Вы можете здесь тоже видеть, как происходят работы по монтажу внутренних перегородок И уже начинают вырисовываться очертания интерьеров аэропорта Вот здесь тоже плитка положена, там где идут дальнейшие ремонтные работы Плитка укрыта вот такими вот фанерными листами А сейчас мы с вами проходим в зону вылета международных рейсов Здесь, видите, тоже стоит техника Все работает, все работы идут по плану, по графику Так, надо быть аккуратнее, потому что на высоте работают люди А вот видите, с другого ракурса зона регистрации пассажиров Сегодня в аэропорту работы ведутся буквально круглосуточно 1700 человек, трудятся в две смены Чтобы весь комплекс здания аэропорта был сдан в срок Ну что, друзья, это у нас с вами второй этаж Зона прибытия пассажиров Видите, здесь ведутся работы по монтажу всех коммуникаций Практически можно сказать, что вентиляционные системы уже собраны Также другие коммуникации То, что я вижу, здесь уже достаточно много всего сделано Проразделена укладка плитки Тоже в тех местах, где продолжается сборка различных конструкций Плитка укрыта Ну и вот вы можете сами все наблюдать своими глазами Что работа не останавливается буквально ни на минуту А вот здесь вот, ребята, плиточники уже начали стеновую укладку плитки Так что ни одна минута не проходит зря Аэропорт с каждой секундой, минутой, с каждым часом Приближает тот момент, когда каждый из нас сможет вступить собственной ногой В помещение зоны прилета И собственными глазами увидеть все то, ради чего все это время старались сотрудники Старались строители, старались организаторы Для того, чтобы мы с вами смогли прилетать в Симферополь в новый, современный, качественный аэропорт А вот здесь вот, видите, уже производится счетовая отделка Стен, вот здесь будут лифты И пешеходные выходы на посадку к автобусам Потому что так или иначе, все равно будут самолеты прилетать в Симферополь Такие, которые не смогут подойти к телетрапам Например, это маленькие узкофетляжные самолеты Которые будут останавливаться на удаленных стоянках А мы сейчас с вами находимся в зале выдачи багажа Это вот непосредственно то место, где стоят карусели Пассажиры после прилета получают по ним свои чемоданы, сумки, ну у кого что Вот посмотрите, какое большое пространство отведено для выдачи багажа Вот оттуда и аж прямо вот туда вдаль Здесь будет 8 каруселей, по которым пассажиры смогут получить свой багаж А пока здесь будут вестись работы по монтажу вентиляционных систем И прочих инженерно-технических коммуникаций Друзья, я хотел бы вам напомнить, что в остеклении криволинейных фасадов аэропорта Используется всего 9000 стеклопакетов И уже 50% этих стеклопакетов установлены на криволинейные фасады аэропорта А кроме этого, мы с вами уже сейчас можем видеть, что начат монтаж декоративных алюминиевых панелей А вот это здание государственных контрольных органов Здесь будет располагаться полиция, таможенники и пограничники Когда мы с вами были здесь в мае, стояла только коробка А сейчас, видите, полностью готов фасад и ведутся внутренние отделочные работы Друзья, у нас сегодня с вами получился прям день крыш Мы на очередной крыше, посмотрите, какой открывается отсюда вид И сейчас мы находимся на крыше здания государственных контрольных органов Видите, отсюда открывается замечательный вид На строящуюся парковку, на здание самого аэропорта А также, видите, с мая какие изменения Уже готово здание, отделка фасада Это технологическое здание, в котором будет расположена центральная диспетчерская служба И служба пассажирских перевозок А вот здесь, посмотрите, почти готова парковка для сотрудников Уже все заасфальтировано А прямо в мае строили только трубы А сейчас уже готов технологический центр Друзья, ну вот я сегодня в качестве сотрудника компании Альфа Констракшн Выполнял функцию строительного контроля В строящемся аэропорту Симферополя И что я могу вам сказать 9 из 14 контрольных точек пройдено в соответствии с графиком Все работы ведутся по плану Материалы отгружаются вовремя Строители молодцы Все идет в срок Дай бог им здоровья, дай бог им сил Чтобы они закончили аэропорт вовремя Ставьте лайки и я жду ваших сообщений Всем пока, из аэропорта Симферополь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok